Главные политические события сегодня разворачиваются в Турецкой Анталии. Там сегодня второй завершающий день саммита Большой Двадцатки. Он начнется с рабочего заседания, на котором мировые лидеры собираются обсуждать преимущественно вопросы экономики и финансов. У российского президента помимо общих мероприятий запланированы и двусторонние переговоры. Несколько таких встреч прошли и накануне. Последние с канцлером Германии и главой Турции закончились уже ночью. За ходом саммита следит наш корреспондент Антон Вольский. Он выходит на прямой связь со студией. Антон, что уже можно сказать по итогам первого дня и как все будет проходить сегодня? Действительно, сегодня заключительный день саммита. И он будет посвящен решению в основном экономических вопросов. То есть всех тех тем, которым саммит должен был быть посвящен, пока в повестку дня не вмешались трагические события в Париже. Прежде всего, это вопрос реформы Международного валютного фонда. Причем российский президент Владимир Путин накануне уже провел переговоры с директором МВФ. Также российский президент встретился и с президентом Турции. Причем интересно, что эти переговоры прошли за закрытыми дверями, поэтому мы не можем сказать, что на них обсуждалось. Вообще переговоры затянулись. Вчера был очень тяжелый и напряженный рабочий день. Президенты продолжали рабочие встречи далеко за полночь. Президент, в частности российский, встретился и с канцлером Германии Ангелой Меркель. И в отличие от президента Турции, эти переговоры были очень дружескими. Спасибо за возможность встретиться и обсудить различные проблемы. Сейчас уже поздний час, и я рада за фотографов, которые после протокольной части смогут уже пойти спать. Журналисты после этого действительно удалились. Переговоры прошли дальше за закрытыми дверями. Но на этом переговоры российского президента вчера не закончились. Также он встретился вчера и с премьер-министром Японии. И на этих переговорах речь шла в основном о двусторонних экономических вопросах сотрудничества. Продолжаются контакты в сфере экономики, причём в разных отраслях. Хотя, к сожалению, товарооборот серьёзным образом пострадался в последнее время. Но японские компании, которые в целом проинвестировали около 12 миллиардов долларов в российскую экономику, мы это видим, чувствуем, заинтересованы в продолжении совместной работы. И мы всячески намерены их поддерживать. Прежде всего, хотел бы выразить глубокие соболезнования всем российским гражданам в связи с крушением пассажирского самолёта в Египте. В последнее время отношения между нашими странами активно развиваются. Состоялся визит министра иностранных дел Японии в Россию. Прошли переговоры по заключению мирного договора на уровне замминистров. Поэтому наша сегодняшняя встреча очень полезна. Ну а главные переговоры вчера, конечно, прошли между российским президентом Владимиром Путиным и Бараком Обамой. Причём, что интересно, эта встреча не была запланирована ни в рабочем графике российского президента, ни в графике американского президента. Поэтому Владимиру Путину и Бараку Обаме просто пришлось выкроить полчаса свободного времени для того, чтобы провести эти переговоры. Причём, как видно по этим кадрам, эта переговора встреча прошла не в специальном зале, где проводят встречи официальные делегации, а где-то в помещении, видимо, между залами для переговоров. Президенты сидели в креслах, практически общались, можно сказать, с глазу на глаз, если не считать переводчика и помощника по национальной безопасности американского президента Сьюзен Райс, которая постоянно делала заметки в блокнотах. Позже российская шерпа Светлана Лукаш сообщила, что переговоры были очень дружескими и конструктивными. А по словам помощника российского президента Юрия Ушакова обсуждались две темы – Сирия и Украина. Причём, если стратегически на эти вопросы Россия и США смотрят одинаково, то по-прежнему расходятся в тактике решения этих проблем. Ну а сегодня, как я сказал, заключительный день. Президентам предстоит принять итоговое коммунике, в котором будут отражены все те вопросы, которые обсуждали здесь, в Анталии, на курорте Белек в течение этих двух дней. Это вопросы и экономического сотрудничества, глобальных вопросов финансирования, безработицы и так далее. Безусловно, вопросы терроризма, беженцев в Сирии. Но сегодня же продолжатся и рабочие двусторонние встречи российского президента. Владимир Путин предстоит провести переговоры с премьер-министрами Италии и Великобритании, а также переговоры с королём Саудовской Аравии. Алёна. Антон, ждём от вас новой информации. Антон Вольский из Турции, где сегодня стартует второй день саммита G20. Продолжение следует...